В Екатеринбурге 33-летний мужчина, движимый чувством мести, оставил без электричества, телевидения, интернета и телефона сотни жителей микрорайона Уралмаш. Имея крупный долг, он решил наказать управляющую компанию и с этой целью сжег 13 электрощитов в многоквартирных домах. Задержать злоумышленника удалось после того, как полицейские получили его изображение, снятое камерой наблюдения одного из пострадавших жильцов. Поджоги электрощитов в подъездах девятиэтажек на улицах Победы, Ломоносова, Восстания и Бакинских комиссаров продолжались все выходные дни. Пожарные приезжали в этот район едва ли не каждый час. В каких-то домах щиты горели в одном подъезде, в каких-то сразу в нескольких. В некоторых возгорания отмечались сразу на нескольких этажах. Из-за едкого дыма, проникавшего в квартиры, пожарным приходилось эвакуировать жильцов. Житель дома номер 94 по улице Победы Игорь Троян, на лестничной клетке которого также сгорел электрощит, сначала грешил на энергетиков. Возможно, что-то намудрили с подачей тока. Но затем отсмотрел записи видеокамеры, установленные им над дверью своей квартиры. Эта запись, сделанная в субботу в 6 часов вечера, помогла полицейским найти поджигателя. Правда, почти сутки спустя. 33-летний пироман признался всадеянным. Причина? Причина, получается... Ну, причина на соли, так сказать, жеокомпания нашего района. Ну, а изначально-то почему вы решили насолить? Ну, изначально я решил, потому что из-за долга по кварплате мы не сошлись с единым мнением ЖКХ. Ну, все, и на этой почве я решил им насолить. Сколько вы щитков испортили? Ну, не помню. На каких улицах? Район Уралмашево, Победа, Восстание, Уралмоносово. Каким способом? Зажигалок. Зажигалок? С дома воскресным утром увидел новый щит на своей лестничной клетке. Однако, аварийщикам удалось восстановить только электроснабжение квартир. Телевидение, интернет и телефон предстоит восстанавливать работникам различных провайдеров, коих в этих домах по 5-7 на подъезд. Компенсировать свой ущерб коммунальщики и операторы смогут еще не скоро. И, видимо, только через суд. В настоящее время представителями управляющей компании подано заявление о привлечении задержанного к ответственности. Полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства противоправных деяний подозреваемого и принято обоснованное процессуальное решение.